Ещё недавно въедливые блогеры шутили, мол, чтобы россияне у экранов не путались, кого нужно ненавидеть именно сегодня, Киселёву и компании нужно большими красными буквами внизу экрана писать актуального врага. Ну а чё, сидишь такой с пультом в руках, как дурак, всей душой карательницу Савченко ненавидишь? Украинская лётчица обвиняется в том, что навела миномётный огонь нацгвардии на группу российских журналистов. В результате погибли наши коллеги. А тут, хоп, и сменилась методичка. Нет никакой убийцы, все истории про корректировку врага. Теперь есть Наденька, самый нормальный политик у ненавистных хохлов. Вон, того гляди, вместе с Захарченко на Киев пойдёт. Надя Савченко рядом с Захарченко, с Ходоковским, придёт к вам в Киев и грохнет вас. Вы её на 22 года посадили. Я хочу сказать, сейчас она уже не наводчица, она уже военная. О чудесном перевоплощении автора книги «Как проспать всё за неделю» можно делать отдельный сюжет. С другой стороны, включаешь телевизор, видишь внизу экрана, большими буквами написано «Пиндосы». И никакой тебе путаницы. Враги ясны и понятны. Ну чё, гамбургеры ходячие. Боитесь русского мишку? Америка под самым страшным, так сказать, возможным нападением с нашей стороны. Поэтому надо же вам прекращать всё это вооружение, сворачивать все базы и распустить нас. Пока не можно. Но вот же незадача, если покопаться в архивах, то вообще чудеса на виражах получаются. Оказывается, плохой Америка была далеко не всегда. А сам царь-батюшка свят-свят-свят не исключал внимания вступления России в НАТО. На вопрос о том, вот как вы относитесь, возможно ли, чтобы Россия как-то присоединилась к НАТО, я сказал, почему бы нет. Теперь же Североатлантический альянс – это фашисты, каратели, русофобы, ну и далее по списку. Это клуб коллективных шизофреников, которые болеют боязнью российской военной угрозы. Эх, а вот вступила бы Россия в НАТО. Я сказал, почему бы нет. Это ж как скучно народу русскому жилось бы. Ненавидеть тупо некого было бы. Хотя ладно, это мы загнули. Всегда же можно каких-нибудь монголо-бандеровцев придумать. Или, например, защищать русский язык в условном Йемене. Виноваты все. Потому что если уходят те враги, из-за которых у нас написано в подъезде «Ямы на дорогах» и «Ворующие чиновники», то станет понятно, что нужно засучить рукава, мыть подъезд, сажать консьержку, уговаривать людей не писать в парадных, заделывать «Ямы на дорогах». Но это хлопотно. Куда проще говорить? Вот они рады. И что характерно, таких примеров даже не десятки, а сотни. Кремлевская пропаганда давно доказала, если вначале каждый день мозги миллионов людей выкручивать влево, а потом вправо, то никто из этих миллионов ничего не заметит. Наконец, через 15 дней будет подписан контракт о поставке в Россию вертолётоносцев «Мистраль». Слышали, братцы? «Мистрали берём! Гордость российского флота! Да-да, нефть дорогая, можем себе позволить!» На французских вертолётоносцах «Мистраль» будет стоять российское вооружение. На них появятся российские зенитно-ракетные комплексы. Командующий особо отметил, что новые корабли должны быть универсальны. Проходит всего ничего, и что же мы слышим? «Эээ! Да кому они нужны, эти ваши железяки? Хотели русским то в то втюхать? Да не нужны нам эти «Мистрали» и бесплатно!» «Мистраль можно с чемоданом без ручки. Большой и нести трудно». «Они в северных морях наших плавать никак не смогут». И даже не нужно уточнять, так нужны или не нужны, толкового ответа точно не будет. Ну а чего ждать от людей, которые в своё время орали на разрыв аорты, что от санкций России только лучше? Как вы относитесь к санкциям? Я не сдержался, я улыбнулся, я говорю «очень хорошо». На нас чем больше давишь, тем мы, как это, крепчаем и только мобилизуемся. А потом с таким же тупым упорством требовали эти санкции снять. Позиция же России неизменна. Практического смысла в санкциях действительно всё меньше, и по сути для их отмены нужна только политическая воля. Так и зачем снимать, если вам от них только лучше? Где логика? Да нет никакой логики, вон искандеры смеются. Но даже на фоне таких бенефисов маразма история с Турцией – это, безусловно, вишенка на Останкинском тортике. Ну честное слово, ну так лихо переобуться – это надо уметь. Владимир Путин поручит правительству вступить в переговоры с Турцией с тем, чтобы восстановить взаимовыгодное двустороннее сотрудничество в торгово-экономической и других сферах. Москва всегда подчёркивала, с турецким народом никто не ссорился. Россияне и турки – добрые соседи. Всего несколько месяцев назад все федеральные каналы горели от праведной ненависти. Но держись, Эрдоган, месть русских за сбитый самолёт будет страшной. Если вы зарабатываете в России, не предавайте её. Эрдоган этого не понимал. Он будет наказан. С утра до ночи кремлёвские соловьи, брызгая слюной, доказывали, что Турция и ИГИЛ – это где-то одно и то же. Пособники террористов, наверное, сейчас самое мягкое из определений, что звучат в адрес Анкары. А зрителю и экранов негодовали. Помидорам – нет. Отдыху – нет. Если что и получат турки от России, то только радиоактивный пепел. Если вы зарабатываете в России, не предавайте её. Эрдоган этого не понимал. Он будет наказан. Казалось бы, после такой промывки мозгов эту вражду не смыть десятки лет. Ну вот, из Кремля приходит свеженькая методичка. И что же мы видим? А нет никаких турко-игиловцев. Есть старые надёжные партнёры. Эрдоган извинился за то, что его ВВС сбили самолёт. Уверял письменно, что Россия навсегда стратегический партнёр и друг, и что надеется на восстановление отношений и будет над этим работать. Всего за несколько дней, несмотря на теракт в Стамбуле, россияне, забыв про ватный патриотизм и плюнув на Крым и Сочи, с руками и ногами отрывают путёвки в Турцию. Турецкие курорты снова в игре. После извинений Эрдогана за сбитый российский самолёт Владимир Путин отменил ограничения полёта в Турцию. Прооператоры говорят, по количеству поисковых запросов и заявок Турции сегодня бесспорный лидер. Что тут скажешь? Месть Великой России действительно оказалась страшной. С другой стороны, всегда можно полотенце из отеля стырить или всю водку в баре вылакать, ну чтоб туркам не досталось. В общем, не забудем, не простим. Простое человеческое слово «шара», то есть то, что называется «all inclusive», затмевает вообще всё. Ненависть, удар в спину, помидорами не отделаетесь. А тут, как в той истории, шара, сэр, будет требовать наверняка по пьянке личных извинений от бармена. А чё нет? И вот уже лидер целой фракции в Госдуме, ещё недавно предлагавший уничтожить Турцию. Все военные аэродромы Турции, и там сожжены все турецкие самолёты. Сто самолётов уничтожить и не показывать нашего лётчика падающего. Владимир Владимирович, это Третья мировая война. Нет, не надо этого говорить. Враги номер один. И уже сотни лет это продолжается. Уже совсем не против возобновить строительство турецкого потока. Жириновский предлагает возобновить строительство турецкого потока. Политик выразил уверенность в том, что отношения между Россией и Турцией в скором времени наладятся. Отомстим, Искандеры и игиловцы, ничего не понимая, бубнит часть зрителей у экрана. Но ещё недельку-другую работы по свежим методичкам. И есть подозрение, что о недавнем враге номер один все забудут. Вангуем, что совсем скоро из сводок старины Басурина пропадут полчища турецких наёмников. Алибаба, наливай, русские идут!